Там давно не были в Фикс Прайсе. Что у вас тут сегодня есть? Кашпо. Неплохие очень даже. Но это, наверное, японская тема. Прикольненько. Мне вот такие штуки нравятся. Вот такой очень ясный. Очень симпатичненько смотрится. Да? Перо. Что тут еще есть? А, это часики. Вот еще что есть. Опа. Это что, доска какая-то? Да, тут фотографии по всей видимости. И игрушек целый стенд. Ого, какая-то игра. Что это такое? Снайперская игрушка. Еще на веку что-то. Но это надо с папой, чтобы он достал. Стоп, я что-то здесь еще и нашел. Осторожно, потянешь за нижней, упадет. Мама, почему же я этого, вот это, вот это, вот это, как мне его достать? Смотри. Железные дороги. Но они нарочные какие-то. Да, они нарочные. Нарочные какие-то. И посмотрели, что я еще и взял? Это с папой. Корабль. Две слабости у ребенка. Корабли и поезда. Держи. Я хочу корабль. Пошли дальше смотреть. О, фонарик. Мам. Мам. Так, а. Где? С папой, с папой, с папой, с папой. Очень неплохо. Так, что еще есть? Что, Сэн? У тебя есть фонарик? Для велосипеда, мама. Для велосипеда? Все вопросы к папе. Папа. Для велосипеда. Так. Вот это идет с антибактериальным эффектом гель. С помпой дизатором. От фитокосметик. А это гель масла для умывания и макияж глаз. Спитальное очищение. Состав тоже очень даже неплохой. Есть еще третий вид. Ты хочешь такой фонарик? Да. Гель для умывания. Это термальная вода. Это тоже? Это нет. Ну давай. Очень даже. Еще есть какие-то подушечки. Гель. Ну давай посмотрим, как она будет работать. У меня есть вот такие штуки, но я еще ими не пользуюсь. Скорее всего, наверное, даже их разыграю, потому что не успею им воспользоваться. Ого. Ужетка для снятия лака. Есть такая. Есть еще. Вот такая вот. Вот это, по-моему, я видела у девчонок. У многих девочек видела. Офигеть, сколько всего. Вот это еще интересно, что это такое. Домашний доктор. Крем для рук с токабой, да? С ромашкой-то увеситая штука в 250 миллилитрах умазаться. Это ж рай для маньяков блокнотов. Тетрадки. Что интересного появилось? Смотрите. Появились в фикс-прайсе розочки. Кстати, очень даже неплохие розочки. В принципе, выполнены неплохо, но есть косячки. Ну, точно такие же, наверное, с Алиэкспрессо закладывать. Есть фуалетовые, есть вот такой вот интересный. Прикольно. Есть всякие сумки. Альбомы. Кстати, блокнот, видите, он такой объемный. Я так понимаю, он, да, фигурными рисунками, а не по 200 рублей. Есть вот такие еще блокноты. О, прикольно. Ну-ка, открою его посмотреть. Шакардос, да? Блин, это же релакс. Открою меня его посмотреть. С точечками. Ну-ка, так, сделай. Дай. Я с одной рукой ему еще не помогаю. Убери, Кирилл. Прикольно. Смотрите, толстый. Очень даже. Очень-очень даже. Что это? Финала. Ну, какой-то он такой уже пошарпанный. Мам, Кирилл, дедушка, давай наденье вот такую. Вот такая. Если бы дай мне. Вот такой вот? Да. Да нет. Страшный. А, нет, Кирилл, это страшный. Да нет, вот она, вот она, вот она, вот она, вот она, но нет. Это покупаем? Нет. Он какой-то пошарпанный очень. Да, понравилось? Да, хочу. Что ты в капюшоне сними? Хочу этого. Пожарку вспотела. Расстегнись. Я хочу вот это. Такое нравится? Ради того, чтобы сидеть вот так с ним играться? Да. Кирилл, он мне как-то заказывал такую подушку. Но я что-то пожадничала, денежку и не купила. Прикольные всякие штуки. Вот это, кстати, у нас есть. Такое тесто, очень даже неплохое. Мне понравилось. Так, у нас есть огромный еще стеллаж рыльных мыльных принадлежностей. Так, это ополаскиватель. Это, думаю, мой любимый. Ополаскиватель, нет, оказалось, какая-то поделка. Что, сын? Вот это вообще впервые в его. Влажное полотенце для всей семьи. Офигеть. Ну что это? Для айфона? Да, хочешь? Зайца? Да. Хочешь, сядь? Нет, не хочу. Нет. Тут есть еще очень много салфеточек. Это метречка. Это метречка. Мишка? Да. Это маленький, да, маленький? Мне надо большой. Ван, для меня, по-моему, моего тихо подойдет. Да? Да, для моего. Иди, на. Бурбой. Так, мне нужны были влажные, влажные салфетки. Так, что у нас получается? Покупаешь три, будет 55 рублей. Надо в машину. Я хотела все купить вот с таким вот клапаном. Мишки здесь стоят для снятия макияжа. Но он будет как-то попробовать. Очень даже бюджетно. 140 рублей. За такую вот упаковку, девчонки. Так что, если у вас есть, загляните. Я как-нибудь возьму протестировать. Но это с первой зарплаты. Есть вот такие. Вот для интимной гигиены, но мне не надо. Аура мне не нравится. Вот эти мне, в принципе, нравились. Так что, наверное, сейчас их возьму. Очень даже, кстати, бюджетно получается. Три упаковки за 55 рублей. В машине мне оказались они очень нужны. Потому что ребенок у меня любитель. Руки будут бусоны, так что беру. Какая прелесть для девочек. Киски. Платье детское. Майки. Так, что для пацанов есть? Есть майки. Но нам это маленькая маечка будет. Кстати, кто это производил? Дужки. Побрали все в экспрессе. Майки неплохие. Опа. Это тоже, в принципе, можно мальчику. Но все махонько. А тут певчачи. Ладно. Дим. Дим. Мне кажется, я мужу нашла. Нишнее семью. Муж, смотри, я тебя что выбрала. Смотри, я себе тоже подобрала. Ты-то-то-то-то. Ты-то-то-то. Что ты думаешь? Мне кажется, дуэтик-то-дадым. Даже пару можно протереть, как я тебе сегодня говорила. Да? Взял и протер пару. У меня на самом деле в экспрессе, вон, всякие разные трусики есть. Всякие разные есть трусики. Посмотрите, что я сделала. Непонятно. Да, непонятно. А так? Вот эти очень миленькие. Куда папа пошел? Такие домашние варианты. Кто производитель? Стамбул. Турция. Коврики. Мне надо такие штуки подкупить. Очень классные. Вот эти тоже, кстати, такие. Ну, они подогнутся. Ну, а вот эти с крышечкой. Та-да-да-да. Губки. Мне нужны были губки. Губки, губки. Нет губки. А губки нет. А теперь говорит, нет. Иди. Губок нет. Очень много кошачьего корма. Всякие разные... А, смотрите, пожалуйста. Муж, покажи мне ее внутри. Держи, открой. Фигня. Ну как, косметичку можно взять. Их тут много в таком цвете есть. Стой. Есть золотой цвете. Мой тарелок, словно. Просто навалено. Есть еще в таком цвете. О, девчонка, в мелком раздолье. Есть еще такой формат. С другой стороны так, с другой стороны вот так вот. Смотри, как блестит круто, Дим. Иди фонарикам. Дим, смотри, как круто блестит, да? Что еще есть из посады интересного? Есть соусники. Есть соусники. По 99 рублей. Появились вот такие вот чайнички. По 200 рублей такие. Мабушный вариант, но под сервис было бы прикольно. Есть вот такие у нас вазочки. Я хотела бы такую вазочку, кстати, взять себе. О, пластиковая такая ерунда, но очень-очень прикольненько. Для каких-нибудь прикольных фотографий было бы здорово. Есть флажа эра. Надо вот эти вот купить. Да, ведь? Такие надо будет взять, какие-нибудь подобрать. Но не сейчас. Мне что-то не нравится ничего. Да, уйдите как-нибудь со своей луной. Так, фольга есть? Смотри, а вот вроде бы фольга есть. Кстати, в магните она стоит за эту же стоимость, но побольше. А это маленькая будет. Для нас она маленькая. А это что такое? Тоже фольга алюминиевая. За 55 рублей. Она маленькая, ты только. Что, одинаковые они, что ли? Да. Пограмментная бумага. Снять пятночек. А, это штука-то, которую держи. Можно? Нет, нельзя. Можно, пожалуйста. Кексики делать. Для яичка. Даже это для яичка. Сок выдавливает тоже. Малпадки прикольные. Так, ну все. Вроде бы все посмотрели. Вроде бы что-то выбрали. Но без энтузиазма. Ой, железные коробки. Какие прикольные железные коробки. Давайте посмотрим, что тут внутри. Ого. Вот это да. Вот это кайфуха. А что есть таких футов? Есть вот такая. И есть вот такая. Все, больше других нет. Есть еще зонтики. По 200 рублей. Пакетики. Надо дезодорант купить для обуви. У нас сейчас есть от Салты. Но мне кажется, это как-то нет, да, ведь? Хотя, смотри. Я успела поймать, у меня получилось. Все, ладно. Пойдем уже. Пойдем. Итак. Все, мы пришли домой. И покупок у меня получилось не очень много. И причиной всему было лишь только то, что в магазине FixPrice был сбой какой-то. Вот там у них с интернетом, с банком. В общем, карты не принимали. А наличными, как оказалось, у нас достаточно мало. Но я взяла самое необходимое, и я сейчас вам покажу, что же все-таки оказалось самым необходимым из всего того, что я первоначально накидала в корзину. Первое, что мне оказалось очень-очень сильно нужным, для чего я пришла в магазин FixPrice, это были салфетки. Я увидела у них, кстати, там на задах вот такие вот салфетки. Они называются AquaL. Я включила освещение, так что немножечко блестит. Это влажные салфетки антисептические. В общем, ребят, это антисептические салфетки. И почему я их взяла? Сейчас я вам покажу по составу, и вы все сами поймете. Вода, алкоголь и идут дальше какие-то составляющие. То есть идет еще касторовое масло и цитрусовое масло. Точнее, лимонная кислота. В общем, эти салфетки действительно содержат спирт. Те салфетки, которые я до этого брала, антибактериальные, в них нет спирта, они просто там с какими-то компонентами очищающие. Здесь присутствует спирт, а антибактериальные салфетки без спирта, мне кажется, просто быть не могут. Но если там, конечно, нет каких-то фруктовых кислот. Здесь есть фруктовые кислоты, и также здесь есть спирт. В общем, за вот эти три штуки я дала 55 рублей. Также я поняла, что мне очень сильно нужно, прям безумно нужно было вот такой вот записной блокнотик. Я вначале там накидала, по-моему, штуки три разных. Но по итогу выбрала вот этот принт. Это обычный такой небольшой, как вы видите, блокнотик. Я такие обычно держу в сумочке. Пока я не нашла свой ежедневник, именно тот, который я хочу. Но периодически я делаю записульки, какие-то мысли. Все идеи у меня рождаются в голове, потом на салфетке, потом вы видите мои видео. Ну так вот, чтобы это было не на салфетках, я взяла вот такой вот блокнотик. Мне показался он очень милый. Вообще, я могу сказать, мой фетиш, один из моих любимых принтов, это является горошек. Ну, вы, наверное, уже по некоторым моим видео одежде заметили, что я люблю футболки в горошек, я люблю рубашки в горошек, я люблю какие-то блузы разные, разноцветные горошки. В общем, я это очень сильно люблю, поэтому взяла. Кстати, он такой достаточно очень толстенький блокнотик. Ну и крайнее, что я купила, это просто, наверное, недельный запас, точнее, пятидневный рабочий запас носков своему супругу взяла. Взяла вот такие носки, написано Омса, Италии. И, ну, конечно, это нифига не Италия, это, конечно же, производство, производство, скорее всего, будет Россия, мне так кажется. Даже нет, это Узбекистан. Ой, одни упали. В общем, я взяла пять штук, они стоили по 55 рублей. И, как оказалось, как я там потом поговорила с одной знакомой, она сказала, что в фикс-прайсе достаточно дорогие мужские носки, есть магазины дешевле. В общем, решила взять на пробы вот эти вот, вот видите, марка номер один в России. Посмотрим, как они будут себя вести. Тут это все я хотела отодрать, но, как вы видите, здесь вот такая вот штука, так что надо все это разрезать. Но, в принципе, сейчас это двину, покажу вам, видите, там зеркало. Сейчас покажу вам резинку, почему я взяла. Здесь очень... Где она резинка-то, блин? Здесь достаточно широкая, видите, резиночка, я поэтому взяла. И носки сами по себе достаточно длинные. Так что, собственно говоря, вот такие покупочки сделала. Но в следующий раз буду идти уже более умной. Я буду с собой брать и наличные денежки, и буду в карточке, чтобы купить все то, что я хотела. В этот раз я хотела много разных ништячков взять. Так что вот так вот. Большое спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Не забудьте поставить лайк и оставлять комментарий, понравилось вам такое видео или нет. И вообще напишите, как прошел сегодня ваш день. Интересно узнать, чем вы сегодня занимались. Не забывайте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить свежие новые видео. И, конечно же, подписывайтесь на мой инстаграм, мискик9970. Я тоже там вас всегда рада видеть в числе своих друзей-подписчиков. В общем, все. Всех люблю, целую. С вами была ваша Ирина. Пока!